Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Как хорошо! На одной кроватке лежит мама, на другой сынок. Идиллия. Сынок снимает, мама позирует. Какой семейный тандем! Люба дорого посмотрели. Зря только служанку отпустили. Было бы очень органично, если бы сейчас все как есть. Баба Таня лежит на кроватке, только не сама себя обмахивала веером. А это делала Зина, желательно склонившись в угодливой позе. А трансляция пусть так и называется. Мама молодец! Ну, конечно, если кто-то и молодец, то только мама. Баба Таня даже не умеет веером пользоваться. Я первый раз вижу, как обмахиваясь веером, женщина двигает не только кистью, как положено, а машет всей рукой. При той заносчивости, которой баба Таня преисполнена, она должна была бы уметь пользоваться этим предметом женского туалета. Но видно, что не умеет она этого делать. Баба Таня у Коли спрашивала, вернулась с отдыха Ира или нет. Теперь спрашивает у Самвела. А сама позвонить и спросить она не может. Ну, какая проблема взять телефон, набрать нужный номер и поговорить с дочерью, про себя рассказать, узнать, как у них дела, как они добрались до дома, что у них там, как, все ли в порядке. Так поступила бы любая нормальная мать. Но ведь дело касается бабы Тани. А она, как известно, не просто мама, а херяма. Она лежит в больнице, возмущается баба Таня. А их там никого не беспокоит, в каком она состоянии. В каком она состоянии? Я смотрю, она чувствует себя превосходно, обмахивается веером, жива, здорова, сытая, довольная, делает гимнастику. Что не так в ее состоянии? Я помню, когда Самвела сказал, что в Запорожье непростая ситуация, баба Таня даже не подумала встать и позвонить дочери. Она тут же стала говорить Самвелу, давай уедем, а? Давай все соберем. И вот буквально, вот хоть сейчас, даже не надо ничего собирать. Деньги взяли, кубышечку с золотом, и уедем. Давай? И тогда она почему-то не думала о том, что надо позвонить, узнать. А вдруг там с ними что-то случилось? И когда зрители у нее спросили, да что ж вы за мать такая? Вам сын говорит, что у Иры в городе взрывы, вы никак не реагируете? Мама Таня только выслушала и такая флегматичная, так знаете, спокойно ответила. Плохие новости быстро долетают. Если бы с ними что-то случилось, мы бы уже знали. Ну так вот, Ирочка, значит, ваша дочь. Она тоже так подумала. А что такого, мамка лежит в больнице. Если что, нам сообщат, тогда приедем. Но на кладбище не надейтесь, Ирочка не пойдет. Она боится, что к ней какая-нибудь сущность прицепится. Поэтому, ну так, придет, со стороны посмотрит, точно ли померла. Ну да, вроде точно. Ну и на этом все, и пойдет она драить дальше ручку холодильника. Баба Таня может вообще месяцами не звонить дочери. Ей неинтересно знать, как они там живут, поживают. Пока Самвел ей не скажет, мам, Ира уже мне звонит и говорит, что несколько дней она никак не может до тебя дозвониться. Вот тогда она может снизойти и позвонить сама. И сразу заметно, как у нее от этого портится настроение. Она такая становится недовольная, что ей придется звонить Ирке. Раньше она, кстати, Иру называла Иркой. Ирка, Ирка. А зрители пишут, как там ваша Ирочка Самвел? А что-то вы давно у Ирочки не были. И Севка стал говорить, мам, а почему ты Иру называешь Иркой? А ему раньше эта мысль в голову не приходила, потому что так принято было. Он считал, что это нормально. Ирка, Этька, все-все ништяк, все правильно. А тот смотрит, а люди называют Ирочка. Оказывается, так тоже можно. И он ей сказал, а люди чужие называют ее Ирочкой, а ты, родная мама, называешь Иркой. И она стала постепенно, постепенно привыкать. И вот теперь она называет Ирочкой. А вот мысленно, сама про себя, она ее тоже называет Ирочкой? Или все-таки по старой памяти кличет Иркой? Значит, хорошо себя чувствует баба Таня, раз позволяет себе такие выкрутасы, претензии. Барыню опять включила режим. Не было бы рядом с Амвелло, ждала бы возвращения Иры, как манны небесной. Забыла бы про все и про гордость свою. Ира звонила бы ей каждые пять минут, чтобы узнать, вы приехали, а когда теперь вы приедете меня навестить? Знает, что у них там больной человек, сама лежит сытая, под присмотром сына, и ей еще чего-то не хватает. Эта эгоистка противная. Севка говорит, Ира мне позвонила. Она знает, где ты, она знает, что с тобой. Ты лежишь в больнице, получаешь должное лечение, уход. Чуть ей не хватает. Ира, может быть, и звонила Амвеллу, как он говорит, но прежде всего она позвонила бабе Тане, у него как раз шла трансляция в ТикТок. Она позвонила, поговорила с мамой, ей рассказала кое-что про себя, у нее спросила, как дела. Та уже благополучно забыла, вот точно так же, как она забыла, что Надя ей тоже звонила. Был у них с Колей разговор об этом, и Коля потом рассказал бабе Тане. Помните, мы с вами говорили, теперь уже так надо начинать диалог с бабой Таней. Даже если вы разговаривали пять минут назад, не лишним будет спросить у нее. Вы помните, мы с вами говорили, звонила вам Надя или не звонила? Вы сказали нет. Но, говорит, когда я выпустил видео, и Надя, скорее всего, тут же его посмотрела, услышала, что она якобы не звонила. Меня, кстати, это тоже удивило. Думаю, да не может быть, ну как так? Но как Надя могла не позвонить? Даже если баба Таня тысячу раз ей сказала, что я не люблю, когда я болею, меня тревожат, Надя все равно должна была бы позвонить. Ну, серьезно, да? Ну, как это не позвонить? Конечно, она звонила. И, говорит, как только Надя услышала, что она не звонила, Она тут же, говорит, позвонила мне и сказала, Коленька, я звонила бабе Тане. Бабка сказала, я не могла забыть такого. Ну, после истории с маслом и орешками, о том, что у нее хорошая память, ей бы лучше все-таки помолчать. Она скоро будет подходить к зеркалу и спрашивать у отражения. Ты кто? Ты что здесь делаешь? Почему ты находишься у меня в квартире? А может быть, это я нахожусь у тебя в квартире? Слушай, а давай дружить, а? Пообщаемся. Все, говорит баба Таня, свалили на тебя. Вот неугомонная старуха. Ты же сам говорил, кроме тебя у меня еще есть дети. То, что масло и орешки давно съедены, она не помнит. То, что сказал Самвел, но запомнила ведь слово в слово. Нет, она действительно нахалка. Мало ей Самвел, ей нужно, чтобы все члены семьи крутились тут. А она сама много времени уделяла ей внимания своим детям. Ира, будучи семилетней девочкой, не узнала мать, когда та приехала. Откуда только спрашивается. Где была? Да, но сколько баба Таня отсутствовала дома, что взрослый ребенок, семилетний, принял ее за чешую тетку. За полгода точно не забыла бы. Да я думаю, что и за год ребенок в таком возрасте не смог бы забыть свою маму. А Ира забыла. Может быть, она ее вообще несколько лет не видела. А теперь бабка хочет, чтобы Ира, буквально не заезжая домой, напрямую рванула к любимой мамочке в больницу. Да сейчас. Не много ли чести? Обойдется. Самвел говорит чату своему, в трансляцию, не бабе Тане. Вот я не пойму, почему он не скажет погромче. Если бы не иерозгены, которые много лет назад занимались лечением бабы Тани, сейчас приезжать было бы некому. Но вот и скажи это громко, что если бы не они, ты бы уже давным-давно лежала бы в сырой земле, одни только кости остались бы. Вот тоже противный индюк. Не хочет он мамке напоминать об этом. Видите, как она хорошо, буквально на лету схватывает всю информацию. И не всегда эта информация выгодна для Самвела. Поэтому зачем ему сейчас вкладывать в ее голову, что Ира с Геной когда-то там помогли бабе Тане. А вдруг она ее тоже запомнит и не будет уже до такой степени обожествлять сыночка. А он без этого уже не может. Ему хочется, чтобы его хвалили и хвалили. Ему так нравится, когда его называют богом. Надя считает, что он бог сцены. Он с такой радостью взирает на то, как Надя его изображает. Самвелка, ты как выйдешь на сцену? Бог. Вот так как руки раскинешь, что... Где Надя последний раз видела бога, вот так разводящего в сторону руки? Что она сравнивает его с севкой? Не знаю даже, что предположить. Мамка сказала однажды, что севка в принципе ее бог. Что мне там тот какой-то бог? Вот. Мой сын, мой бог. Вот это, знаете, коротко так сказать о вере людей. Никакой веры там даже близко нет. Потому что человек верующий, ну никогда не стал бы называть грешного обычного человека богом. И сравнивать тоже не стал бы. А у них, знаете как? Мама, нас все люди хвалят. Кто? Вы мэны, а я вас. Вот так вот и у них. Мамка хвалит сыночка, сыночек хвалит маму. Вот прекрасно и замечательно они живут. А какие два задохлика, такие хворенькие. Севка тоже заболел, встанет, ой, сядет, ой, надо срочно севке сходить на речку поплавать или на прогулку. А еще лучше за кефиром сгонять. Он же такое лечение прописал матери, когда она сказала, что плохо себя чувствует. Поэтому собирайся, севка, кряхти не кряхти, а беги купаться в речку. Приехал Коля, привез ему необходимые лекарства. Мне так понравилось, что Коля даже не собирался не то, что занести Самвелу эти лекарства. Он даже из машины не вышел, когда Самвел туда пришел. Правильно, с этими наглецами именно так и нужно. Хватит уже перед ними расшаркиваться. Они из той категории людей, которые старую хлеб-соль не помнят. Поэтому какой смысл? Зачем это делать? Когда Самвел пошел за лекарствами, он камеру выключать не стал. Просто направил ее в пол. И когда проходил по коридорам, видно было, что на полу очень рваный линолеум. Стены грязные, без побелки. Ну и ему, видимо, в чате об этом зрители написали. Севка говорит, а что вы хотите? Советское наследие. А что, если наследство, то в порядок приводить не нужно? Ну там ему написали, что уже 30 с лишним лет прошло. Там что, никто ни разу ремонт не сделал? Вообще-то, действительно, в больницах и школах ремонт делают каждый год. Севка, ну типа государственная, ну что, что государственная больница. Но ремонт-то элементарно хотя бы, да, побелить. Вот даже Севка с мамкой, в которой лежат в палате, ну на стены посмотришь, ну просто страшное дело. Даже эти резетки старого образца, они вот эти вот новые, старые, никто даже не менял. Соответственно, все остальное там тоже еще с тех советских пор. Современные больницы, говорит Севка, такие строят, что вам и не снилось. А что, бабу Таню с Севкой в эти больницы не пускают, что ли, которые современные? Я так понимаю, что Севке эти больницы тоже не снились, да? Рылом не вышли. Когда Коля пытался пристроить бабу Таню в отдельную какую-то палату, ее взяли только вот в этой больничке. Севка говорит мамке, мам, а давай мы повесим на стену ковер, а в стенку поставим вот этот твой хрусталь. Так, хватит уже раскулачивать бабу Таню сколько можно. Он и так уже все, что было нажито непосильным трудом, он все попродавал. Вот у него у самого полная витрина чайных пар. Он недавно говорил, что он хочет разгрузить витрину. Вот самое время этим заняться, пусть привезет оттуда и поставит в эту стенку. Да и картин у него слишком много. Дружба с Олесей, я смотрю, пока что не заканчивается, праздников впереди много. Пусть притащит в больницу антиквариат и освободит место для Олесенькиных красивеньких картин итальянского производства. А мамкинку хрусталь, которым били сожителей, пусть оставит мамки на память. Они дороги, сынок защищал мамку этими предметами. Продолжает Севка кряхтеть и стонать. Как он надоел вот этим звуковым сопровождением. Болеет, болеет. Все-таки невралгия. А сколько зрителей он выматерил, когда они предположили, что невралгия. Сказал, да, у меня она уже была. Я что, по-вашему, не понимаю, какая по боли невралгия, а где именно сердечная боль? Вообще, что-то часто она у него стала проявляться, эта невралгия. Вот смеялся над Гульнас, а чё это она? Сентябрь, на улице тепло, а она в шапочке. Да, на улице, может быть, и тепло. Но когда Гульнас была в шапке, она объяснила, что ветер был холодный, хоть и солнечный. А у нее застужен тройничный нерв. Но Севке было плевать. Он так ухахатывал со своими прихвостнями в чате, которые терпеть не могут Гульнас. В шапочке, практически летом человек ходит в шапочке. Ну, теперь пусть вот помучается от невралгии. Будет дед Самвел летом в фуфайке ходить и кряхтеть. Вот такой вот была моя первая часть обзора на трансляцию Самвелла. Увидимся с вами во второй. Поговорим, как баба Таня занималась подсчетами и бизнесом, который у Самвелла с Колей. От кого бы надо в бизнес пустить? Она бы там шороху навела. Она и так пытается это делать. Ненадолго не прощаюсь с вами. Всем пока. Продолжение следует...